Молдова обложила Приднестровье данью. Возможный ущерб в десятки миллионов долларов. Теперь за весь импорт надо платить. Таможенные пошлины коснулись в том числе аптек. А с нового года Молдова сократила список лекарств, которые можно завозить в Приднестровье. И все это отразится на простых людях. Молдова обложила пошлины все, что завозят в Приднестровье, в том числе медицинские товары. Шприцы, бинты, пинцеты, гипс, термометры и не только. В начале года фуру одной из фармкомпаний задержали на молдавской таможне. Требовали заплатить. 1-2 января прибывали грузы. И вот когда прибыли грузы, сразу звонок. У нас же все грузы проезжают через Каушаны, через Бульбок. Так, сразу звонок. Значит, груз не пропускает по той причине, что вы должны заплатить импортную почту. Разъяснений никаких нет. Не заплатите импортную почту, потому что груз попадает в контрабанду. Новость для фармкомпаний стала шоком. Ранее в Молдове заверяли, проблем с импортом не будет. Пришлось заплатить пошлины. Это до 250 тысяч леев или порядка 220 тысяч рублей. Все, что мы платим туда, значит, за пределами республики, это все включается в цену приобретения. Раз на эту сумму, вот сколько мы заплатили, на эту сумму, значит, сразу цена становится выше. Еще новость. Молдова запретила ввозить в Приднестровье лекарства из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и не только. Там препараты брали по доступным ценам. Теперь есть два варианта. Закупать напрямую из Европы. Тогда лекарства могут тоже попасть под пошлины. Сколько возьмут на таможне за сердечные капли или таблетки от диабета, неизвестно. Еще проблема. Нужные препараты могут оказаться в ограничительном списке Кишинева. Их могут не пропустить. Другой вариант. Покупать в Молдове. Там только аналоги привычных лекарств нет. Причем для Приднестровья продавать их будут в разы дороже. Из-за НДС и других торговых надбавок. Для людей это вопрос здоровья. Для бюджета Молдовы прибыль за наш счет. Они могут найти любые мотивы отказать нам в разрешении на импорт медикаментов из этих стран. И в конечном итоге мы будем вынуждены импортировать только из Республики Молдова. И в конечном итоге цена, которая будет в Приднестровье, она будет на 25-30% дороже. У каждого импортера должно быть право выбора импорта медикаментов. У каждого больного должно быть право выбора лекарственного препарата. То ли это российский, то ли это европейский. Мы должны делать все, чтобы в аптеках присутствовали все производители. А больной должен иметь право выбора любого. И по ценам, и в части производителя. Получается, Молдова вынуждает наших людей ехать в тот же Кишинев за лекарствами, чтобы там купить их. В итоге зарабатывает на приднестровцах. Тем временем в Молдове заявляют, что на самом деле помогают Приднестровью. Студентам, пенсионерам, чуть ли не всем. Когда наши пенсионеры или наши студенты пользуются услугами в Кишиневе, они пользуются, предъявляя приднестровский паспорт. Они учитываются как граждане Приднестровья. В молдавском бюджете есть статья для гражданам приднестровским гражданам. Или что-то изменилось. Поэтому давайте, мне кажется, хватит пользоваться чужими нарративами. А приднестровских гражданах заботится бюджет Приднестровья. Приднестровское государство. Соответственно, обкладывание пошлинами – это просто перекладывание денег из бюджета Приднестровья в бюджет Молдовы. Кишинев продолжает давление, которое называет то удушением, то позитивной дискриминацией.